Сосны Соснащий запах хвой Вдруг оглушит, как шальной снаряд И назад, отсчитывая весны Жизнь моя пройдет передо мной Море, дюны, мы с тобой сосны Сосны с непокрытой головой Время не щадит воспоминаний Их смывают, как песок волна Но стоят все время между нами Море, дюны, сосны и война Все кругом опять легко и просто Для кого-то вновь шумит прибой Как я седыми стали сосны Сосны с непокрытой головой Спасибо большое! Антон Касимов у нас в гостях Это прямой эфир на канале ЕТВ В эфире программа «Мелочи жизни» Меня зовут Оксана Маклакова Собрались сегодня не просто так Антон Касимов приехал в Екатеринбург с презентацией проекта музыкально-литературного Текстово-звукового Проект называется «Исчезнувшие» Это книга и несколько альбомов с кавер-версиями Мы предлагаем всем зрителям Присоединяться к нашему разговору Оставлять свои вопросы, приветы и пожелания У нас в комментариях на сайте екбург.тв Также вы можете звонить нам в скайп ЕТВ Нижнее подчеркивание ТВ Звонить по телефону Присоединяйтесь Вопросы уже есть? Анастасия Скворцова спрашивает Антон, а как авторы песен Каверы которых в том числе присутствуют в вашем творчестве Относятся к перепевкам Ну и сразу скажем, что вот сейчас звучала песня «Сосны» Чапурина Ее исполняет Борис Чапур Исполнял И вообще первый раз Давно в детстве я увидел этот советский сериал Ну точнее это как бы телефильм, пять серий А потом, когда мы составляли этот альбом Случайно совершенно я еще раз как-то пересмотрел этот фильм И там вот наткнулся на эту песню Вот в исполнении Бориса Чапурина И ничего больше я не смог найти в интернете про нее То есть кто автор музыки То есть там это просто в ресторане группа играла вот эту песню Она мне очень понравилась и вот мы решили ее как бы переделать Вот на нашем альбоме она совершенно звучит так по-другому, нежели сейчас я ее сыграл То есть там синтезаторы и прочее такое И отвечая на вопрос, я скажу, что я не знаю, как они относятся, потому что... Подождите, но из тех, кто рядышком, кто ныне живущий Ну мы как бы... Самойлову те же песни Агаты вошла в один из альбом Я не знаю, как-то нас, мы не поддерживаем какой-то контакт с ними К сожалению, может быть, не знаю Ну а навязываться как-то, что вот послушайте, мы там сделали вашу песню Как-то мы не очень хотим Но вот единственное, что мы участвовали в трибьют Борису Гребенщикову «Аквариум» Это был масштабный проект, Лен Тару организовывал И мы послали эту песню, ну там и многие послали музыканта И как-то, я не знаю, может быть, Гребенщиков послушал, а может быть и нет Ну как-то вот ничего, никаких откликов как бы мы не слышали Ну, надеюсь, что Гребенщикова мы сегодня услышим у нас в эфире Вот вы знаете, я вот играл только что и порвал струну Вот так Ну и я, да, попробую что-нибудь К книге, вот с книгой все понятно С каверами сложно, потому что, ну и это опять вопрос Как в одной компании оказались Бернес, Рома Жуков, Виктор Цойн и Борис Гребенщиков Это довольно, может быть, странно и со стороны пугающей, может быть, это смотрится Но все дело в том, что все это обусловлено, конечно же, идеей и концепцией книги И концепцией, конечно, проекта Объясню почему Так или иначе, все песни, которые вот, они вошли в этот альбом Они так или иначе есть в тексте, вот в этом Упоминания, цитаты То есть, допустим, если я, есть глава про пионерский лагерь То, значит, и там на дискотеке диджей Ну, диджокей, тогда не было диджеев Вот как в ведущей дискотеке Ставит песню, вот, песню Ромы Жукова Соответственно, Рома Жуков попадает в этот альбом Или там бабушка моя слушает Марка Бернеса по радио Что-то там напевает, естественно Ну, то есть вот Или друг Коля Цаиман приносит кассеты Да, да, то есть вот там песни не случайны Они не хаотично выдраны Ну и плюс они еще обусловлены вот этой идеей Которая высказана героем текста в статье Культурологическое, вот слово и звук Что русская песенная традиция, она дискретна по своей сути И вот этот альбом кавер-версий Он, по сути, это такая попытка Я вообще не знаю, получилось ли у нас это интересно Или этот альбом кавер-версий Но это так или иначе попытка вот как бы преодолеть эту дискретность Друзья, книгу сегодня можно выиграть у нас в эфире Антон сам решит, кому ее вручить, подарить И с именным автографом Она отправится к зрителю Который задаст, ну вот самые интересные Оригинальные, не знаю, душевные По мнению Антона вопрос Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы Сейчас попросим режиссера Вывести на экран картинки Предметы той эпохи О которой мы сегодня говорим О которой говорит ваша книга Чтобы совсем все стало понятно Я прочитаю небольшой отрывок Первый раз я попал в этот видеосалон со своим отцом Мы пошли смотреть первого Терминатора Это было воскресенье И народу набилось очень много Люди сидели на подоконниках, неудобно поджав ноги Стояли в проходах и возлежали прямо между телевизором и первыми стульями Это было странное зрелище Вы почему-то особенно ностальгируете? Чего-то вам особенно не хватает из той эпохи? Ну, я хочу сказать, что это не ностальгическая книга И у меня нет никакой ностальгии То есть у меня есть... То есть она изначально писалась как попытка вспомнить Попытка отрефлексировать вот это время Вот эту юность, детство И у меня нету ностальгии А отрефлексировать, чтобы что? Зачем? Отрефлексировать, чтобы лучше понять себя Лучше понять ту страну, в которой ты живешь И я хотел вспомнить время Я хотел вспомнить вот это ощущение времени Ощущение реальности, которое тогда было Для меня это было очень важно И чтобы понять будущее Чтобы ориентироваться в настоящем И быть готовым к будущему Просто группа Ваш музыкальный проект называется «Невидимки, смотрящие на ботинки» И литературный проект Потому что не просто книга появляется И он называется «Исчезнувший» И вот как-то слишком много всего ушедшего Незримого, растворившегося И может возникнуть ощущение, что Ну вот где-то вы вот там застряли в каком-то прошлом Вы знаете, да Меня вопрос ушедшего, невидимого Он меня интересует Очень сильно и очень давно Ведь все дело в том, что Вообще «Невидимки» Оно само по себе слово Несет в себе довольно Глубокий контекст Глубокий бэкграунд То есть тут «Невидимки» Это и там «Человек-невидимка» Герберта Уэллса Новелла Это и там первое Один из первых, второй, по-моему, альбом Группы «Наутилус Помпилиус» Он так и называется «Невидимка» И вообще в литературе очень много всего связано с невидимым Ведь невидимые – это можно воспринимать как Что человек есть, но его никто не замечает Вот В этом, на самом деле, большая трагедия нашего времени Когда мы суетимся, куда-то бежим, идём И мы не замечаем каких-то довольно серьёзных, интересных вещей То есть это все мы невидимки Да, или кто-то Или кто-то, кого Невидимка, а мы не видим его Не отразили, не отрефлексировали Подлодка с красивым длинным названием «Наутилус Помпилиус» сегодня всплывёт в нашей программе Пока я предлагаю посмотреть наш традиционный опрос Настя Матвиенко сегодня спрашивала у екатеринбуржцев, свирдловчан, а скучают ли они по тем ушедшим восьмидесятым? Что думает город? Узнаем и продолжим разговор Еда была вся недоступна, но в холодильниках было всё Вроде и немного получали, но мы каждый год ездили отдыхать куда-то Хотелось колбасы просто, именно восьмидесятые годы Длинные-длинные очереди и в магазинах на полках густота Ну, ходили очень часто в «Современник» Ну, что там, нравилось нам Обязательно что-нибудь купишь перед фильмом Было хорошее время, были хорошие люди Вот, совсем другие люди, как сейчас И добрые, и отзывчивые Вот, а то, что тяжело, а что-то, продукты Это, я не знаю, это не столь важно Вот так, у нас сегодня в студии происходят загадочные вещи Струна порвалась, значит, вот тут какие-то вещи рушатся Евгений пишет нам, ну так мы суетимся, бежим, потому что времени нет, работать надо Несмотря на порванную струну, сможем еще песню сыграть? Попробуем Это исчезнувшее, это не невидимковское творчество? Да, я сейчас попробую сыграть Струна исчезла Струна исчезла, все исчезает Я попробую сыграть песню группы Алиса «Солнце встает» Из альбома «Блокада», вышедшего в 89-м году Это одна из первых пластинок, которая у меня появилась Алиса «Солнце встает» Вскорнены пеплом великих побед Нас крестили звездой, нас растили в режиме нуля Красные кони серпами подков топтали рассвет Но когда всходило солнце, солнцу говорили «Нельзя» И ночь лупила в стекло залпами снега Ночь хлистала в лицо черным дождем Ночь хохотала кружа, избивая со следа Мы хранили огонь, но не видели, с кем мы идем Солнце всходило, чтобы спасти наши души Солнце всходило, чтобы согреть нашу кровь Старожа продолжают спать Но сон их явно нарушен Старожам все еще не в домек И демоны тусклых квартир Цедили из ран нашу боль Сулили нам сытые кухни Лизали луной Лизали луной Стращали охраной порядка Как страшным судом Но мы гнали их прочь Мы жгли нашу жизнь, мы шли Мы возвращались домой Наши души Солнце всходило, чтобы согреть нашу кровь Старожа продолжают спать Но сон их явно нарушен Старожам все еще не в домек И вот так неожиданно загончилась песня Спасибо большое А я вспомнила, что вот когда случаются какие-то такие мелкие курьезы Ну вот струна порвалась Еще одна, кстати, порвалась Еще одна порвалась Вот Мне на одном интервью умные люди сказали, что значит вот это все хорошо И вы на правильной дороге Потому что когда ты идешь по правильной дороге Всегда вот кто-то что-то пытается тебя сбить И проверить твою твердость, намерение и уверенность Про книгу я хотела спросить Все, что здесь Это 100% автобиографическая история И герой это копия вы? Нет, это не автобиографическая Это не мемуар, это не документальная повесть На самом деле там очень много всего вымышленного Конечно там есть... Про Боби Фишера мне интересно, это было или не было? Было, вот это было Ну, я скажу так, что там есть улицы реальные, улицы реальный город Даже реальные люди Вот, но вот этот костяк, он конечно же... До чего там, они все знакомы Да, костяк документальный Но то, что на вот этих костях, вот это мясо, что ли, если так можно выразиться Там вымышленное, там практически все вымышленное И герой, он собирательный Это, конечно, собирательный образ Там не только я, не только мое детство Там еще ряд моих друзей, товарищей И так или иначе есть какие-то сцены, которые я списал именно с них У нас есть звоночек Елена Кокарева на связи Человек, написавший книгу о концертах ЦО и Майка Науменко здесь, в Екатеринбурге Елена Да, я вас слушаю Здравствуйте Здравствуйте Елена, хотелось вас подключить к нашему сегодняшнему разговору Потому что эпоха, которая интересна вам О которой, в частности, вы написали книгу Ну, в общем-то, это то же самое время, о котором мы сегодня говорим с Антоном И вот про его новую книгу рассказываем Скажите, пожалуйста Для вас, что, вот я не знаю Что главное, такое неповторимое Было там, вот в те времена, чего нет сейчас И почему, ну вот, может быть, и можно ностальгировать И почему вам это время интересно? Мне это время интересно Искренностью людей Интересно музыкантами, которых с нами теперь нет Ну, я думаю, что люди, которые Жили в то время Они точно такие же и сейчас Им было по 20 лет раньше Сейчас им уже лет 50 И они такие же, как мы сейчас Они такие же веселые Забавные, задорные Умные Ну, в общем-то, они такие же Единственное, что вам кажется, было больше искренности Да Понятно Спасибо вам большое Я сейчас, с вашего позволения Задам ваши вопросы Антону Которые вы оставили у нас в социальных сетях Мы сегодня, во-первых, играли с нашими телезрителями В группах в угадайку Значит, вот, постили фотографии из этой книжки В общем, разобрались все Да, в общем, мало что изменилось Мало что изменилось Автоматы с газировкой пропали Но все узнаваемо, и город узнаваем Елена, в том числе, спросила вас Несвобода от чего была в Советском Союзе И какая несвобода, по-вашему, есть сейчас в нынешней свободной России Ну, вы знаете Это, конечно, серьезный вопрос Так на него спонтанно не ответить Иногда мне кажется, что в 89-м году, например, свободы было больше, чем сейчас Ну, хочется, во-первых, определить, что такое свобода Вот внутренняя свобода, ведь ее невозможно отобрать Люди и тогда были внутренне свободны Единственное, что не было информации Не издавали книжки, которые хотелось читать Не звучала музыка, которую хотелось слушать Все как-то вот было подпольно Какой свободы было больше? О чем вы тогда говорите? Колбасы люди нам сегодня вспоминали На прилавках не было Книжку вы свою издать не смогли бы И тем не менее, свободы было больше Иногда мне кажется, что да Ну, по ощущениям По каким-то Ну, я говорю только про то время, которое я помню Это конец 80-х Конечно, ну, как вы помните Вот Илья Кормильцев, например Он ведь говорил, что Что Рокеры не были какими-то оппозиционерами Никогда Они сами себя не считали никакими Вот протест То есть для них это были слова чуждые Они сами вообще пришли В комитет по комсомолу Показывать свое творчество То есть сами пришли и сказали Вот они были частью вот этой системы И их нельзя назвать Какими-то вот оппозиционерами Поэтому они были, в общем-то, свободны То есть делали то, что хотели Конечно, не было каких-то вот возможностей Да, там, издавать пластины Но таких и сейчас не очень много Ведь То есть ведь, ну Хороших артистов не услышишь по радио Вот Единственное, что мы можем себе, конечно Позволить и книжки читать И фильмы смотреть, которые мы хотим Вот Но ведь это не благодаря Что появилась свобода Просто появились технологии Там интернет И все это развивается Это нельзя остановить Вот поэтому Но вот Отчего тогда не свобода? Отчего не свобода? Это из культового легендарного фильма Зеркало для героя Он будет идти фоном А вы, пожалуйста, продолжайте Ну, вы знаете, да Вот это непростой вопрос В чем сейчас не свобода? Ну Конечно, я могу сказать все, что я думаю И высказать это где-то у себя Там в социальных сетях Вот Но Опять же Кто меня услышит Мои товарищи, друзья То есть Это всегда я мог это говорить Понимаете? Так, как мой, например, отец Мог это говорить И обсуждать Что-то О том, что с широкой трибуны Ты не скажешь Вот сейчас у вас Широкая трибуна говорит В общем-то, ведь, понимаете Вот, например, если говорить О Допустим, российской сцене Российской музыкальной сцене В общем-то, ведь Когда ты смотришь Идешь по городу И смотришь Вот эти билборды И афиши Ведь кажется, что Ничего не изменилось Вот как Приезжала Алла Пугачева И Олег Газманов 30 лет назад Так они и сейчас приезжают Понимаете? Вот Мы Я никогда не увижу Афишу Со своей, например Любимой группой В Екатеринбурге Это как-то вот Понимаете, да? Немножко расстраивает В Москве Вы выступаете С невидимками Вообще, как сложилась Ваша судьба в Москве Хочется спросить И почему Если Ну, вот, в общем-то Книга проникнута Любовью к родному Свердловску Зачем уехали? Ну, вы знаете На тот момент Когда мы уехали Это был 2005 год Казалось, что В Москве Во-первых, мне Москва Всегда нравилась Я вот с самого детства Когда вот Приезжал туда с родителями Потом Один как-то вот ездил К друзьям Москва Меня всегда Как-то очаровывала Мне всегда очень хотелось Там пожить Поработать И Поэтому, когда мы уехали Казалось, что Там всего больше Там интереснее И там больше возможностей Вот Я не хочу Так и есть? Ну, с какой-то стороны Получилось, что да Потому что Все свои Основные Так сказать Альбомы На данный момент Мы там записали Уже пять пластинок Мы записали в Москве В хороших Отличнейших студиях Лучших студиях России Вот Мы познакомились С огромным количеством Очень интересных людей Музыкантов Продюсеров Художников И Живя в Екатеринбурге Мы бы это всего Не смогли, конечно, сделать Потому что Все-таки Екатеринбург Это Он Ну, он ограничен Немножко территориально Да, вот локально Как-то здесь вот Нет такого, что ли Простора Ну и плюс Вы понимаете Здесь было настолько Как-то тяжело Тогда жить Очень сложно было Организовать Да бросьте Жить можно где угодно Записываться Хоть в Лондоне Как Логутенко Да Но вот Какое-то было ощущение Очень уныния Тогда Сейчас, конечно, город Очень сильно изменился Даже за эти 8 лет И вот Переехав в Москву Я стал работать Музыкальной На музыкальном лейбле Столичном Продвигать Какие-то свои идеи Вот В общем-то Было очень интересно И есть до сих пор Среди вопросов От наших телезрителей Были странные Непонятные Леонид Баксанов Спросил Может быть Вам Вот Понятно будет О чем идет речь Почему все-таки Зонтиков И Н Выделено Большой буквой Понятно О чем идет И расширь Речь Ну вот я уже говорил О том Что Часть Конечно Людей реальных Там Кое-что Придумано И реальных Людей С реальными Именами Я немножко Видоизменял Так как это Папин товарищ Алексей Зотиков Его на самом деле Зовут Понятно Я вот его немножко Превратил в Зонтикова Да Ну и там очень много Таких как бы И вот шуток Можно даже сказать Ну и В общем я чувствую Что Победители Намечаются Зонтики Или Лена Кокарева С вопросом Про несвободу Вы пожалуйста Решите Кому достанется Книжка И вам нужно будет На ней оставить автограф Я вам дам ручку Вот Про Фишера Пожалуйста Коротко расскажите Действительно Вы переписывались С легендарным Шахматистом Чемпионом мира Робертом Фишером И он вам отвечал И у вас даже был Какой-то поединок С ним в шахмате Это да Это очень странная история Как в общем-то И Все то Что происходило В 89-м 90-м Году Там было Очень много Аномального Когда стакан Граненый летит Когда летел Граненый стакан Когда приезжал Поэт Папин друг Саша Еременко Там Была масса Всего такого Какого-то Непостижимого И История С Робертом Фишером Вот я считаю Входит в это Непостижимое Потому что Это предложил Саша Еременко По По книге Ну так оно и было И я написал И мне пришел ответ И я написал Еще одно письмо Вот Но вот к сожалению Наша партия Осталась не закончена Потому что Фишера Выслали из Америки Вот За анти Так сказать Американские настроения Он У него такая Довольно Была Под конец жизни Тяжелая судьба Он там сидел В филипинской тюрьме Для нелегальных иммигрантов Вот В конце концов Вот он умер в Исландии Вот И вот этот вулкан Помните Который Несколько лет назад Я считаю Что это такая месть Фишера Своеобразная Европейцам Понятно То есть Ясно Кто стоит за этим У нас осталось Очень мало времени Скажите пожалуйста Сможем мы еще Сыграть одну песню Рискнуть С порванной струной И у меня короткий вопрос Про время Когда я говорила о том Что бы нам показывать на экране Вы сказали А давайте покажем Фильм назад в будущее Или зеркало для героя Вот Если бы у вас был Сумасшедший профессор Друг Который придумал бы Машину времени Вы бы куда рванули Я наверное бы рванул в будущее Ну потому что в прошлом Понимаете Я помню прошлое Вот как Когда я написал Эту книгу Я послал рукопись Своей знакомой И она мне прислала ответ Что я восхищена Твоей памятью Ты так все хорошо Помнишь Детали Мне очень Но интереснее Поехать в будущее Да Вы знаете Про прошлое Можно прочитать Посмотреть фильмы Поспрашивать у людей Про глубокое прошлое Можно прочитать книги А вот будущее Оно непонятно Неизвестно Сможем куплетом Закончить Вот буквально Да Я хотел бы сыграть Тогда песню Невидимок Нашу песню Автодиски На стихе Олега Дозмарова Кстати тоже у уральского поэта Который сейчас живет в Лондоне Песни будем прощаться Книга непременно Найдет своего героя В час как на остановку С вечернего черного неба Падал тот, что мне рифма У соседей с четвертого Горько расплакался Бэйби Жжет фонарики фирма Под названием Аккумуляторы И автодиски На крыльце у подъезда Запирает киоск Дальше ждать бесполезно Дальше ждать бесполезно Бесполезно и поздно Ее там никто не отпустит И трамвай не приедет Отойди от окна Эта жалость расчетливей грусти Убивает и медлит И расстроенный мальчик Соседски уснул Оказалось Сердце как-то разжалось Все трамвайным узлом За окном навсегда развязалось Ничего не осталось Ничего не осталось Ничего не осталось Ничего не осталось